МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две недели назад соответствующий документ направили в сельский совет, но решения так и нет. Поэтому люди собрались вновь с твердым намерением добиться своего. Большинство поддерживает вариант образования большой громады с соседними селами и городами с центром Покровске. Мы хотим видеть свою громаду с городом Покровском. Для того мы сегодня и собрались здесь. У нас практически здесь ничего не делается. Ничего не делается. Люди хотят перемен. А мы топчемся на одном месте. И мы пытаемся что-то сделать, обратиться. Депутаты наши нас не слышат. Мы к ним обращаемся, к голове сельской рады, к депутатам обращаемся. Нас никто не хочет услышать. Никто. Нас просто отфутболивают. И нам дают дезинформацию. Вот заседание сессии будет 20-го, вот 27-го будет заседание. Мы хотим, чтобы нам подписали распоряжение, согласно которому мы сможем провести соцопрос населения, где будет явно известно, сколько людей за и сколько людей против, это самое, за присоединение к городу Покровску. Но оказалось, сельский голова сейчас в отпуске. А секретарь сельсовета уверяет, не имеет права подписывать такие важные документы. И вообще решения о проведении повторных общественных слушаний принимаются только на сессии. Но ей парировали по закону под соответствующим распоряжением про утверждение нового состава рабочей группы с организацией общественных слушаний и подготовки проектов решений относительно добровольного объединения территориальных громад Достаточно подписи руководителя сельского совета. На меня никто обовязки не покладывает. На вас эти обовязки 42-й статью и законопромиссивое самоверендувание покладывают. Ну, подпись права у меня нет. У вас есть все права. Почему вы вводите людей в заблуждение? Я не ввожу людей в заблуждение. Я людям рассказала и на инициативу, которая присылалась 6 декабря, были громадские обговоры не в клубе. Так не было на них никого. Тогда не было громадных клубов, люди не знали, было буквально там. Мы не знали, нас ничего там не было. Ни одного человека, приглашения не было. Теперь прислали инициативу новым письмом, инициатива прежняя, от 6 декабря. То есть мы ответ дали, что на эту инициативу у нас было, проводилось Романского уровня. Вы опять же вводите в заблуждение. Не надо вводить людей в заблуждение. Почему? Мы сказали, что когда будет очередная сессия, мы на этой сессии будем рассматривать вопрос, каким образом будет решаться, каким образом этот подворный обход будет. Либо будет в каждом... У нас 7 населенных пунктов. Либо будет в каждом населенном пункте эта обговорня. Либо будет... Ну как это специально? Вы... Не решается этот вопрос, решается простым документом. Это в законе написано. Голова повинна выдать распоряджение. Вот будет голова, и не придется. А вы вы о голове. Когда вы... А я не о голове. Жители Новотроицкого и соседних сел были возмущены. Они уверены, им целенаправленно препятствуют провести повторные обсуждения. Своё благополучное будущее люди видят именно в большой сельско-городской громаде с центром Покровски. И приводят свои аргументы. Свою Новотроицкую бачу только в городе. Чего? Того. Что за этот период сколько было сельских голев. Ничего, ни где не построилось. Нема рабочих мест. Просто все развалено. Двухэтажка учительская развалена. Садика нет. Школа Успеновская закрыта. Почты нет. Сбиркасса нет. Нема ни где ничего. Кладбище не обкашивается по шею бурьян. Село все в зарослях, у мусорі. І нема кому це робить. Я тільки за город. І всі наші жителі, і вся наша улица. Тільки за город. Потому, що ми бачимо результат Руслана Валерійовича. І все. Ми не проти, якби в нас був Сергій Леонідович. І була команда, яка його підтримувала. Щось робилося, прибиралося, косилося. Ми що проти? Ми не проти. Ну, коли нема людей, нема грошей в бюджеті, нема за що це робить. Чого сидіть просто так. В городській громаді, тому що видно, хто вступив в громаду. Там що-то, що-то, є якісь якісь здвиги. Новотроївсь поки мається. Без двига, без нічого. Тільки все на обіцяніх. Людям не дають вступати в громаду. Любими способами. В отпуск уходять, ніхто нічого не підписує. Я вообще сама з Успеновки. Ну, як з Успеновки. Я там всього год живу. А команду Требушкина я знаю по Димитрову. По Мирнограду. І я просто видела його результаты, коли він тільки прийшов в Димитров. Що буквально через полгода у нас Димитрова, ну, я вам хочу сказати, ну, сразу увидели його роботу, понимаєте? Пришел хозяин, который действительно переживает за людей. І коли тут встал вопрос, где оставаться, значит, или в Новотроївське, или объединиться з Покровськом. Я, конечно же, за Покровськом. Ну, потому що там Требушкин. А Требушкин, чоловік слова, він, якщо сказав, він сделав. І він багато робить. Якщо б він не робив, то, можливо, ми так би не були б настроені на нього. Ну, так, як він робить багато чого по городу, везде, це всім видно. Тому, именно, город Покровський, именно туди. Здесь ничего за сколько лет не делається. Не делається. Все позарастало. Молодіжь вся текает, потому що двохэтажні дома все валяться. Більшінство людей, я не можу сказати за всіх, я скажу, за те, що ми ходили, опрос зимой делали, більшінство людей, хочуть присоединиться к місті. Требушкин, що там видят, що Требушкин як встал, і пошло подниматися в Красноармейську вверх. Вся молодіжь хоче. Там все делається по-человечески. Там все делається. І уборка мусора, і с цими бур'янами боряться. Вода є. Автобуси ходять, аптека. Школу хотять у нас закрати. Понимаєте, на гришину перевезти. Ну, це ж вообще, це ж абсурд. Среди собравшисься только один депутат Новотроицкого сельского совета. Он говорит, большинство его коллег еще не определились, но сам он поддерживает вариант объединения с Покровском. Сельском совете, потому що нічого не делається здесь в селе. Нічого не выделяється. Бюджет є в сельском совете, але он никуда не йдет, нічого не видно. Ну, потому що там хоть що-то делається с этим мэром Стрибушкиным. На городі порядок, на поселці порядок, везде порядок, а у нас нет нічого. Хотя тоже є бюджет, і все, є за налоги, дозвонитися сельскому голові так і не вдалося, тому група людей отправилась к нему прямо дому. Але к ним ніхто не вышел. І все ж активистам удалось добиться своєго. Вечером сельский голова вышел на связь і підписав распорядження. Поэтому в ближайшее время жителі населенних пунктів Новотроицкого сельского совета ждут нове общественне слушання і масштабний опрос по поводу того, в якій громаді хотят быть.